Народ, здорово! Это видео будет такое немножко... Да что стесняться? В принципе, немножко с разъебом. Другого слова я подобрать не могу. То есть сейчас у меня в индивидуальном тренинге занимается парнишка с Питера. Ну, я не буду разглашать, скажем, тайну, врачебную тайну. То есть не важно, как его зовут, не важно, что и как. Суть следующая. То есть парень себя очень жестко наебывает. Наебывает. И это проблема, с которой я сталкиваюсь довольно часто на моих тренингах. И я могу сказать слово обманывает, могу еще какое-то. Но в данном случае оно не будет нести того смысла и той глубины, которую я хочу передать. Это именно наебывает. И самое печальное, что может сделать мужчина и человек любой, в принципе, и женщина, это ложь самому себе. Мне кажется, это вообще как бы ошибка, ошибка всей жизни. То есть иногда, я вам говорил где-то, в книжке у меня написано про синдром слепого, так называемый, когда идет девушка в метро, все в сером, в черном. Она идет такая одна вся красивая в ярко-красном платье, ну, невозможно не заметить ее в метро. И я говорю, вон идет девушка, давай к ней. И он такой прям буквально сквозь нее смотрит, говорит, да где я, я не вижу, где. И сейчас был прикол, то есть мы видим девчонку, красивая, классная. Она заходит в магазин. Я говорю, пойдем туда. То есть он сделал попытку пообщаться здесь, ну, скажем, в коридоре, в рекреации. Не получилось, пошел в магазин за ней. Говорит, я ее потерял, ну, пошел, вышел, говорит, я ее потерял. Я прекрасно понимаю, что, как бы, магазин, он не бездонный. Вот. Офигеть. Вот, магазин, он не бездонный, и как бы там, ну, при желании можно человека найти. Я говорю, пойдем ее искать. И мы идем, заходим в магазин, и она идет прямо навстречу, вот так вот, просто вот, ну, полметра от нас, проходит мимо. И он такой, типа, смотрит в разные стороны, якобы, и якобы ее не видит, как бы. Ну, мне-то все равно, то есть это, ну, его жизнь, да, но в такие моменты я говорю людям, как есть. Я говорю ему, что он себя наебывает, потому что у меня есть Дима, которого вы видели в моем предыдущем видео. Очень классный парень, очень глубокий тренер, добрый полицейский, который копает с помощью психотерапии. И, соответственно, мы с ним в тандеме ведем мои тренинги, и это очень круто заходит, потому что он мягко, глубоко копает. Я людей, как бы, разъебываю, потому что у меня следующее понимание есть. Как бы вы там не пытались решить вашу проблему каким-то гуманным способом, потому что мужчины все время ищут какие-то более легкие пути решения проблем. Волшебная таблетка, дай-ка подожду год, схожу к психологу, мне же надо и так далее. Без практики, без подходов, без взаимодействия с женщинами ни хрена ничего не получится. Потому что вот у меня сейчас есть, как бы, пример. Я сегодня тоже общался с человеком, собеседование было, когда он проходил год на психотерапию, он не мог с людьми общаться, у него были какие-то панические атаки и так далее. Сейчас все прошло, он может нормально коммуницировать с людьми, но все равно страх с женщинами так не решается. Можно сто раз придумывать себе, что у тебя страх глубинного уровня, что там мама в тебя заложила, что в детстве какая-то травма была. Да, можно, можно это прорабатывать, нужно это прорабатывать, нужно прорабатывать. Но так или иначе, пока ты не начнешь действовать, пока ты не начнешь идти туда вперед на этот страх, ни хрена не будет. Ошибка мужчин в чем? Одна из глобальнейших ошибок. Они говорят сами себе, что они думают так, пытаются еще и меня наебать, но меня наебать не получается у этих людей. Они пришли за результатом, моя задача дать им этот результат на тренинг. Они типа думают так, что я сначала получу какой-то секретный навык, может быть, не знаю, волшебную таблетку, меня заколдуют, я подожду год, что-то само по себе изменится, я успокоюсь, я отдохну, через неделю я наберу сил. И вот тогда, то есть, типа, будет какая-то херня мифическая, и после нее там, как бы, у меня все само попрет. То есть, когда у меня будут эти самые суперзнания, супернавыки, тогда я пойду уже с этими супернавыками, гарантированно, чтобы не объебаться, я пойду пытаться знакомиться, практиковать и так далее. Ни хера! В чем весь прикор, что вот эти суперзнания, супернавыки и вот это состояние, с которым ты потом легко пойдешь общаться, знакомиться, и подходить к тем девушкам, которые тебе нравятся, заинтересовывать их. Это состояние достигается не каким-то эмпирическим, там, феерическим, неебическим путем, оно достигается только через, сука, практику. И нет другой дороги, нет другого пути. Не получится сделать наоборот. Сначала получить какое-то мифическое, охренительное состояние, и потом уже в нем пойти и легко вот так вот щелкать девушек, как орехи. Нет! Это состояние получится только через практику. Обратного пути по-другому не бывает. А по поводу самообмана и самонаебалого, потому что это только так называется, больше никак. То есть иногда оно доходит реально до маразма, когда мимо тебя проходит девушка, и ты говоришь, ну ладно, типа это. Слушай, он говорит, давай я, типа, отдохну, я пораньше закончу, я хочу там уйти домой. Я его не отпускаю. Хотя, по идее, как бы, ну, мне бы в радость должно быть. Вот. И это очень показательная херня. То есть, как бы, человек забил на свою жизнь. Говорит, ну, мне страшно, я там... То есть, его мозг ищет попытки объяснить бездействие. Он говорит, дай-ка я вот, наверное, недельку отдохну, а потом приду через неделю, и вот тогда будет круто. А ничего не изменится, бля, через неделю. Все будет то же самое через неделю. Ни хрена ничего не изменится. Это просто откладывание признания собственной слабости. И здесь следующий момент. То есть, как бы, для того, чтобы себя не наебывать, нужна определенная внутренняя сила, дух, воля и так далее. То есть, какая-то внутренняя моральная и психологическая сила. Ее надо развивать, и над ней надо работать. У меня тоже в этом плане очень много косяков. И я, несмотря на свои татуировки, типа, где написано внутренняя честность, я все равно себя продолжаю где-то наебать, но я это делаю уже значительно меньше, чем раньше. Но, ребята, это очень показательно. Когда ты обманываешь себя с женщиной, когда ты видишь красивую девушку, это тебе, сука, нравится, она даже, может быть, улыбается тебе. И ты стоишь бездействуешь, и не просто бездействуешь, и начинаешь придумать, что ой, где я ее не видел, ой, там, ой, она в наушниках, ой, мне надо на самом деле идти. Или еще какая-нибудь херня. Это преступление по отношению к себе. Не просто преступление, это, сука, просто тягчайшее преступление по отношению к своей жизни. Просто самое тяжелое, что ты можешь сделать для себя, это себя наебывать. Потому что это показательно, это не только с женщинами. Такие люди, которые привыкли себя наебывать с детства, они делают что? Они работают на нелюбимой говноработе, где им ничего не нравится, где им не платят, сука, денег, где им не приносят удовольствие и счастье, радости. Они что делают? Они живут с нелюбимыми женщинами, с какими-то, не знаю, которых течением принесло, Бог принес там, кого попало, как бы на кого там, как сказать, кто пришел относительно легким путем. Они, не знаю, они ездят на гребаной ладе калинии, которая сыпется, блядь, каждую неделю, они говорят, зато это, блядь, русская машина, я патриот, или там, не знаю, зато там дешевая, за в часе, похуй, что она ломается каждую неделю там. Они, не знаю, они вместо того, чтобы взять, заработать денег, ебнуть, не знаю, найти третью работу, подсуетиться, выучить что-то, какой-то навык, они говорят, я буду ездить отдыхать в деревню, зачем мне Бали, зачем мне серфинг, я лучше буду, там, шашлыки, Волга и так далее. Все круто, шашлыки, Волга, деревня, все круто, но то есть только тогда, когда ты делаешь это по собственному желанию, когда ты заебался ездить по заграницам и говоришь, ребят, я хочу на шашлыки на Волгу с пацанами в деревню, где соловьи поют, я тоже так делаю. Вот. И к чему я это, что не надо наебывать себя, когда вы это делаете, вы только себе делаете хуже. Для того, чтобы объяснить свой страх, свое бездействие, вы начинаете придумывать какие-то, ну, кстати, сегодня мне и не хочется, ну, на самом деле, она мне не понравилась. Это ложь. Это просто ложь. И эта ложь самому себе приводит к фатальным, сука, последствиям. Вы рискуете закончить свою гребаную жизнь толстым, блядь, в майке-алкоголичке, пропитым, не знаю, прокуренным где-нибудь в деревне, не знаю, в какой-то разъебанной квартире, в одиночестве. Так и будете смотреть на каких-то успешных людей и говорить, вот, ему просто повезло, он просто мажор, у него данные, у него талант. Все хуйня. Либо вы продолжаете себя наебывать, либо берете себя за яйца и делаете и в пикапе, в пикапе в частности. Очень важная составляющая, там, одна из составляющих важнейших, это спокойно научиться воспринимать отказы. Кстати, об этом мы будем говорить на моем онлайн-тренинге, который стартует 1 июня. Если ты не хочешь профакапить, пронаебывать себя еще целое лето, как бы говорить, ой, ну, да, ноги классные, красивые, но я спешу на работу, мне сейчас не до ног, у меня проектов много по работе. Да, 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 конечно, конечно. Если ты не хочешь просрать свое лето, приходи на онлайн-тренинг, ссылка под видео, записывайся, еще есть места, стоимость дорожает, увеличивается с каждым днем. Дело не в этом. Сейчас закончу мысль, значит, смотри, по поводу самообмана, а я уже, что-то, блин, отвлекся на тренинг и как бы забыл, что хотел сказать. Но суть следующая, ребят, вы можете врать себе дальше, вы можете продолжать себя наебывать, но это ни к чему хорошему не приведет. У вас одна жизнь, если вы ее профокапите, то вы ее профокапите, то есть ничего не изменится в лучшую сторону. Поэтому как-то так, такая была мысль, что-то я еще хотел сказать, блядь, такое важное, самообман. А, по поводу тренинга, что смотрите, ребят, здесь есть важная составляющая, номер раз, научиться воспринимать отказы, спокойно, плавно и хорошо, и, ну, как бы, относиться к ним ровно. Тогда вас не будет колбасить, тогда вы будете идти, не боясь, что вас отвергнут. И второй момент, здесь очень важно научиться видеть моменты, когда вы сами себя наебываете. Видеть моменты, когда вы сами себе врете, какие-то оправдательные конструкции, рационализации, прочее, прочее, прочее. То есть, замечать, когда вы врете себе. Внутренняя честность. И об этом мы будем говорить на онлайн-тренинге, который стартует 1 июня. Будет длиться целый месяц, такого еще никогда не было, чтобы, ну, будет первый блок в пятидневку. И следующий раз в неделю мы будем поддерживать вас, давать вам задания на целую неделю, и раз в неделю встречаться, разбирать ваши ситуации. Еще раз ссылка под видео. Но, ребята, вот других слов не подберешь. То есть, если кого-то сейчас покоробило, что я ругаюсь матом в это видео. Да, я ругаюсь матом в это видео. Потому что иногда реально других слов не подберешь, чтобы передать то, насколько это глупо выглядит, когда вы сами себя наебываете. И это ваш жизненный выбор, только ваш. Потому что наебывать себя всегда проще. Потому что я лучше себя обману, но зато жопа будет в тепле. Поэтому так мало людей, просто единицы, добиваются успеха в жизни, становятся там миллиардерами, чемпионами и так далее. Потому что остальные просто стадо. Потому что остальным удобно себя наебывать. Если кому-то неприятны эти слова, просто отпишитесь нахер, и не смотрите мой канал. Пока.